Близнецы были сегодня и на открытии нового памятника в столице. Девушки-модели ели торт из одежды. Перформанс приурочили ко дню рождения Казимира Малевича и столетию его детища супрематизма. Как это было, видела Елена Амельченко. В основе этого памятного знака квадраты. Возле них на плакате в железной раме места столицы, где бывал основатель и вдохновитель супрематизма Казимир Малевич. Сегодня исполняется 137 лет со дня его рождения. Серый квадрат символизирует талант, красный – страсть, а чёрный – преданность профессии и жертвенность. Так трактует эту композицию её автор. Испанский скульптор заверяет, квадраты долговечны. На каждый ушло полтонны цемента. Это три составные части, которые служат для того, чтобы искусство было по-настоящему искусством. Моя работа в определённой степени отображает работы Малевича. Перформанс тоже посвящён автору «Чёрного квадрата». Модели-близняшки едят торт из одежды, постепенно примеряя на себя обновки. Это было как употребление пищи. Да, только мы употребляли одежду. А что вы о супрематизме знаете? Выкройка, которая каждого предмета одежды была вписана в круг. И таким образом мы отпраздновали день рождения Малевича. У него были не только квадраты. Три его символа – это квадрат, круг и крест. Нет страны, где не знали бы Малевича, уверен профессор Столичной академии изобразительного искусства Дмитрий Антонюк. Вот сто лет, бодоражатся души, пытаются разобраться, что это такое. Прохвост он или гений? Профессионал очень не любит его, очень многие. Я считаю, что он гений. Это картина профессора Казимира Малевича, которую я абсолютно выпадково знал в Чельнівцях в 2005 году. Неизвестную картину Малевича художник нашёл на чердаке Черновицкого особняка. Тогда Анатолий Федірко признался журналистам, обменял её, едва ли не на бутылку водки. Картина оказалась подлинной, подтвердили голландские эксперты. И сегодня эта картина уже в 2010-й рік находится в офисе одного из потужных евробанков, европейских банков, Франкфурт-Инамэнни в Немеччине. Банк сплачивает страховую полюцию, ну, её оценивали 10-12 млн евро. Это так, на вскид. Но продавать её Федірко не собирается. Обещает вернуть в Украину и подарить столичной академии изобразительного искусства, если там установят памятник Малевичу. Елена Амельченко, Татьяна Андреичук, Роман Рамус, События, канал Украина.